Вы знаете, друзья, мое знакомство со Шкодой состоялось в далеких 90-х, даже, скажу больше, в начале 90-х, когда в город Кривый Рок завезли партию Шкода Форман и Шкода Фаворит. Вообще, Шкода Фаворит оказалась первой иномаркой, в которой, новая иномарка, в которой я когда-нибудь сидел. И вот тогда я впервые узнал о бронде Шкода, а сегодня, друзья, мы расскажем вам о автомобиле Шкода Октавия. Вот она, красавица, хотя, скорее, мне кажется, это он все-таки. Мне кажется, что Шкода Октавия – это какой-то такой, знаете, синоним мужского автомобиля. Вообще, я вам сразу же скажу, что делать обзор на Шкода Октавию – это сложнейшее дело. Но это, как, знаете, сделать обзор на джинсы Левис или на банку колы. Ну, то есть, как бы все знают, что это, все это пробовали, все понимают, что это есть и никуда это не денется. Вот то же самое Шкода Октавия – это настолько, знаете, ощущение, что вот она всегда была и всегда будет. И вот эти все истории, знаете, про Шкоды, которые в такси проезжали по миллиону километров, и в них только меняли расходники. В это начинаешь верить, ну, если ты немного попользуешься Шкодой Октавия. Ну, попробуем сделать небольшой обзор. Итак, Шкода Октавия абсолютно новая. Что про нее можно сказать сразу же? Ну, во-первых, вот эта часть вся узнаваема, да? Ну, вы заметили, что уже в новых Шкодах все-таки разделена оптика. Здесь уже, кстати, диодная оптика, поэтому, как вы понимаете, свет очень хороший. Ну, помимо того, что он еще и очень симпатично выглядит, я сейчас про ходовые огни. И уже вот эта характерная черная радиаторная решетка с красным сочетание очень клевое. Вообще, мне, как бы, этот цвет красный мне лично очень нравится. То есть, мне он намного веселее, чем, например, там, серый металлик. Поэтому вот это сочетание черного и красного и немного хрома – просто конфета. Вообще, вот эта конкретная комплектация – это двигатель 1.4, турбированный бензин, 150 лошадей. Расход, ну, заявлен, там, в районе 5, но будем объективны, там, за 7 литров по городу, вот точно. По трассе можно 5 литров спокойно ехать на ней. Здесь же, там, 7,5 литров. Ну, в чем прикол вообще Шкоды, вот, Октавии? Кто покупает Шкоду Октавию? Люди, которые не хотят вообще в эту машину заглядывать в плане ремонта. Вот они в нее сели и ездят по 150 км в день, наезжают в месяц по 30 тысяч. Ну, это я загнул, ладно, по 5 тысяч, давайте, по 5 тысяч. Это вообще уже можно кататься где хочешь. И при этом они не хотят париться вообще ни про какие ремонты. Это вот история со Шкодой Октавия. Ну, отдельное, отдельное, конечно, внимание в этом автомобиле, это оптика. Она вот просто безумно красива. На дороге она выделяется по одной простой причине, потому что, обратите внимание, диодные полосы разделены на две части. То есть, вот одна полоса, вот вторая. И посмотрите, очень крутая штука. Видите, вот эти вот маленькие такие полосочки, которые как создают эффект 3D. Но они не просто создают эффект объемности, а они действительно внутри уходят вглубь фары. Вот идите, я покажу вам. Смотрите. Видите вот эти полосы? Они, смотрите, они действительно, ну, то есть сверху смотреть, абсолютные полосы идут вглубь фары. То есть, вообще, очень крутой, на самом деле, дизайнерский ход. Сейчас покажу, как работают габариты, то есть повороты. С поворотами вас точно будет видно, вас точно будет видно издалека. Потому что они тоже, вот это вот узкие две полоски, которые, ну, выглядят, блин, очень круто. Посмотрите. Как вам? Ну, могу включить, конечно, как выглядит диодный свет. Я думаю, что тут мы Америку не откроем. Так. Ну, и вот непосредственно фары. Вот включены диоды. Это очень четкий свет, очень крутой. Ну, и противотуманки. Понятно, что это такое, знаете, с одной стороны, уже я бы назвал архаизмом. Вот эти туманки. Ну, они, понятно, включаются при повороте руля. Они подсвечивают вам дорогу, там, вправо, либо влево. Все, ну, с оптикой вообще вопросов нет. Очень круто. Вообще, как бы, характерно для Шкоды, что и является. Вот эти вот, видите, такие ломаные линии. Посмотрите. Вот здесь две, вот одна. Вот она такая прям острая. Мне кажется, просто можно порезаться практически об этой линии капота. Вот эти вот острые линии, это является вот такой характерным дизайном Шкоды. Вот даже зеркало, посмотрите, какое оно. Посмотрите, какой, какой излом. Очень такое все резкое, ломаное. Круто. Ну, такое добавляет немножко агрессии этой машине. Хотя сказать, что она выглядит, ну, спортивно, нет, я так не скажу. Но вызывающее и солидно точно. Ну, сзади здесь вот эти фирменные Шкодовские C-подобные стопы. Вот они, да? Уже фирменные, они узнаются во всей линейке в виде C. Понятно, что, ну, все, в принципе, что еще вам сказать. Логотип Шкода и надпись Octavia. Все. Это чтобы вообще снять все вопросы про то, что эту машину нужно будет когда-то на то загонять. Мне кажется, не нужно будет. Автопроизводитель почему-то про заднее стекло иногда забывает в седанах. А вот Шкода, продумали, здесь есть дворничек. Это удобно. Ну, есть, понятно, комплектация с камерой. Ну, вот она у нас. Камера находится над номерным знакомом. Ну, тут ничего такого я нового не открою. Так, ну, давайте откроем багажник Шкоды. Потому что в своем классе, я так понимаю, что это должен быть, как всегда, самый большой багажник. Не просто Шкода, а не за практичность. Тут все очень практично. Дотянуться до края багажника я не могу. Вот, смотрите, вот еле достал до верхней точки. Туда нереально. Огромнейший багажник. За счет того, что вот верхняя, вот эта полка, вот она отодвигается. То есть, вы сюда можете чуть ли не холодильник засунуть. Ну, по крайней мере, маленький шкаф так точно. Здесь одна ниша у нас пустая. Здесь полочки. Они, понятно, все снимаются. Что хотите с ними делать, разбирайте, как хотите. Но это, как бы, прикол Шкоды. Вот эти штуки можете, вот видите, использовать. Вы их можете делать, как полки. Например, вы сюда положили, не знаю, вот эту сумку, чтобы она у вас не болталась. Но она и так не будет болтаться. Но все равно вот зажали еще такой полочкой. И она вот на таких вот липучках. Это классная функция. С этой стороны у нас есть сетка, как и с этой. Вы можете ее снять, перевесить в другом положении. Но здесь еще вот у нас ниша занята. Потому что здесь у нас сабвуфер от Кантон или Кантон, как его называют. Кантон, Кантон, неважно. Соответственно, здесь очень классный звук в комплекте. Ну и вот крючки. Крючки для пакетов, сумок, рюкзаков, чего угодно. Вообще, багажники Шкоды, слушайте, ребята, тут как бы говорить нечего. Огромный, вместительный, еще и с сабвуфером. Так, пошли, посмотрим, что внутри. Так, давайте заднюю дверь. Ну, вы знаете, вот посмотрите, какой красивый, изящный изгиб. Все для того, чтобы вам было удобно садиться. У нас комплектация черной кожи. Ну, вообще, вообще, очень, я не супер, там, высокий мужчина. Метр, там, не знаю, 79, наверное. Но очень, очень достойно, очень комфортно. Втроем здесь сидеть абсолютно реально. Сразу же хочу сказать, что вот это очень красивая часть в этой машине. Мне она очень нравится. Можно показать отделку салона, посмотрите. Она так сделана, такими линиями разной ширины, тонкие и более широкие. И за счет этого ощущение такой 3D-шности создается. И вот переходит это все в эту ручку. Ну, вот эта часть мне прямо в Шкоде очень в Октавии понравилась. Я даже не ожидал, что будут такие излишества в Шкоде и Октавии. Ну, видимо, инженеры и дизайнеры решили, что помимо надежности, знаете, этой пресловутой Шкодовской, нужно добавить еще инновационности и чего-то еще. Вот это вот, вот это мне очень нравится. Попробуем. Так, ну, здесь у нас, понятно, карманы. Здесь у нас ниша для чего-то, чего-то там. Не знаю, что вы хотите там складывать. И одним движением мы превращаем этот автомобиль в бизнес, в бизнес-класс. Так, что у нас здесь? Я так понимаю, что это выход в багажник, да? Вот, смотрите, причем такой достаточно широкий. Мне кажется, что туда можно залезть. Ну, я не буду пробовать. Я вряд ли. Но вот кто-то худенький мог бы даже, мне кажется, пролезть в багажник. Ну, здесь все просто. Два USB-порта для зарядки. Пепельница. Хотя, мне кажется, уже никто не курит в машинах. Но все равно. Слушайте, ну, есть подушка, смотрите, Шкодовская. Такая для дальних поездок. Есть, кстати, комплектация с панорамной крышей. Это вообще, думаю, шикарно выглядит. Все-таки сразу же добавляет объем автомобиля. Здесь у нас просто потолок, ну, тоже неплохо. Ну, и давайте посмотрим для ног. Ну, вот я сижу, смотрите. Вот настроено водительское сидение под меня. Посмотрите, сколько за мной места. Очень много. Ну, правда, много. Ну, и для ног вот это еще важный момент, потому что в некоторых машинах здесь вот в этой нише занято. Вот я могу засунуть ноги прям под сидение. Вот, посмотрите. Вон они, прямо у меня под сидение в водительском. Здесь, как бы, мне вообще придрался ни к чему. Пошли вперед. Так, давайте на главное место в этом автомобиле. Это водительское место. Итак, мы внутри уже классического автомобиля под названием Skoda Octavia. Ну, слушайте, здесь все, как бы, очень понятно. Логотип Skoda. Стрела с перьями. Чешский, индиец, наверное. Руль срезан вниз с таким спортивным немножко уклоном. Кстати, есть опция, чтобы руль был с подогревом в Skoda Octavia. Ну, к рулю вообще вопросов нет. Ну, просто нет. Он очень крутой. Вот эти все штуки, вот посмотрите, здесь изгибы. Он перфорированный. Руль, руль клевый. Такой прям спорт. Хотя вот 1.4, я напомню. Здесь у нас это не экран, то есть эти все стрелки, они механические. Опять-таки вопрос, наверное, ну, назовем это классикой. Ну, и огромный дисплей. Вот это вот важная часть автомобиля, мне кажется, современного, потому что он сразу делает, показывает автомобиль новый, либо старый. Знаете, как диодная фара, вот то же самое. Вот это два момента для меня, по которым я определяю возраст автомобиля. По оптике и по внутреннему вот этому оформлению. Здесь у нас что? Здесь у нас, понятно, есть навигация. Причем навигация, как вы понимаете, очень толковая. Толковая, с обозначениями там заправок, отеля и так далее. Все это сенсорно управляется. Посмотрите, с какой скоростью, кстати. Что немаловажно для подобных автомобилей, потому что очень часто сенсоры, ну, раньше, по крайней мере, было, когда они только появились в машинах, они были такие допотопные. Здесь все очень четко. Понятно, есть радио. Очень все такое с картинками, красиво. Ну, чтобы уже все было понятно. Вон вам и люкс FM, и хит FM, и просто радио, и что хотите. Звук, вот обратите внимание, здесь вот написано прямо на двери. Я даже открою, вам покажу. Кантон вот это вот такая шипсдик, этот металлический, хромированный. Как это правильно называется? Шипсдик? Как его называют? Пимпочка, короче, логотип. Что доказывает, что тут очень толковый звук. В настройках можете его тут сделать каким хотите. Вот прям звук. Выбираете себе аквалайзер Кантон, и выбираете рок-классикс и так далее. Понятно, есть телефон. Куда уже без этого? Оу, что ты хотела сказать, наш шкода? Есть вот очень прикольный. Voice – это примеры для голосового управления. То есть вы можете навигать... Что? Простите. Подожди, подожди, дай это я говорю. То есть вы можете выбирать, например, навигацию голосом, радио включить, набрать номер голосом, или даже, например, выбрать... Вы можете сказать, ввести адрес или вызвать, а затем назвать контакт. Одним словом, вот это вот Voice – очень крутая штука, когда вы можете своим голосом командовать, то есть вообще не касаясь экрана. То есть вы видите и говорите там, вызвать, позвонить маме, или включить другую станцию, или ввести домашний адрес. И все это все будет делать. Одним словом, это крутая штука. Опционно, понятно, тут очень много чего можно доставить. Например, вот эта вещь мне очень понравилась. Как вы думаете, что это? Это типа, ну, подстаканник, но почему он такой формы странной? А? Вопрос, конкурс. Ребята, это для вашего мобильного телефона. Вы вставляете телефон, и он у вас вот так вот торчит, чтобы, знаете, не его где-то бросать. Кстати, опционно вы можете взять вот здесь вот беспроводную зарядку. То есть вы просто кладете свой телефон, и он там у вас спокойненько заряжается. Понятно, есть USB и все остальное. Тут вообще, как бы, тут вариантов миллион. Для тех, кто еще курит, а такие есть люди, здесь предусмотрена пепельница, причем она, как бы, портативная. То есть вы там сюда пепел там сбросили, я не знаю, я не курю просто, поэтому я не очень понимаю. Затушили сигарету, и затем эту пепельницу опустошили, где вам удобно. Вот она, ее можете поставить сюда, можете поставить сюда, куда угодно. Ну и понятно, бесключевой доступ, то есть стартует она вот с кнопки, видите? А ключ у вас при этом остается, вот он, там в кармане, либо можете, не знаю, положить подлокотник. Ну, слушайте, он небольшой, вот он, видите? Рука, рука помещается, но понятно, что вот эта часть очень удобная, можете поднять ее повыше, там, как вы привыкли ездить, пониже. Вот я бы вот так, наверное, ездил. Вот, вот это моя история. Ну, сейчас, случайно, только что нажал омыватель, извините. Значит, на это посмотрите, какой он, какой он мягкий, очень прикольный. Вот это мне, он такой практически прорезиненный такой. То есть никаких скрипов от него точно не будет. Вот здесь он такой уже пожестче, видите? А здесь помягче. Ну и перчаточный, вы знали, что это называется, перчаточный ящик, наверняка? Здесь на что? Здесь у нас документы, зарядки. Есть у нас SD, такое, что одна для GPS, а вторая для музыки, для SD-карт. Все просто. Вот так плотненько сидит. Чувствуете, да? Чувствуете мощь? Все, поехали. Вообще, друзья, делать обзор Skoda Octavia неблагодарное дело, потому что, ну, сложно сказать, ну, чем-то удивить себя, да, с одной стороны, потому что ты чего-то точно от этой машины ожидаешь. Но помимо того, что мы получаем, то, что мы ожидаем от Skoda, это вот комфорт, это мягкость, никаких там даже поскрипываний, никаких постукиваний, вообще ничего такого близко даже нет. Но при этом мы здесь получаем инновационность и кучу всяких прикольных штук, как-то вот, например, вот этот вот, видите, холдер для, например, парковочного билета либо записки с номером телефона, если вдруг где-то оставлю машину. То есть вот куча всяких мелких прикольных штучек, которыми ставится Skoda, это, конечно, огромный, огромный бонус этой машины. Вот я сейчас, кстати, еду и вот наблюдаю зеркало боковое. Там есть, кстати, датчики слепых зон, поэтому если мы соберемся куда-то поворачивать, там будет автомобиль, то нам, конечно, там будет звуковой сигнал, и красным мы видим машинку, соответственно, нельзя поворачивать. Но вот очень круто выглядит красное зеркало отсюда. Вот мне очень нравится. Такие прям добавляют элементы спортивности. И вот, кстати, даже в салоне вот эти все части тоже сейчас красного цвета. Ну, в общем, цвет мне очень кажется удачный в этой машине. Помимо подогрева руля, что является очень прикольной функцией, поверьте мне, учитывая наши зимы по полгода, здесь есть еще несколько крутых функций. Как-то, например, система определения усталости водителя. Раз. То есть понятно, что автомобиль сам определит, когда вы устали, когда вам нужно отдохнуть или выпить кофе. Система мониторинга пешеходов впереди автомобиля. То есть автомобиль может определять пешеходов и, соответственно, подавать вам сигнал, помогать вам при езде, чтобы вы, ну, не дай бог, чего-то важного не пропустили. Система автоматического переключения фар. Это что означает? То есть вы включаете дальний свет, но автомобиль автоматически будет переключать его на ближний, как только будет ехать встречка. Ну, а все остальное время у вас будет работать дальний свет. Один из них куча таких важных мелочей, которые вы опционно выбираете в этом автомобиле, которые сделают вашу езду, ну, просто, просто идеальной. А он достаточно резвый автомобиль, чуть более 8 секунд, чтобы разогнаться до сотни, и это при двигателе в 1.4. Ребята, 1.4 в 8 секунд до сотни. Вы чувствуете, да? Чувствуете, к чему я веду? Понятно, что мы уже не готовы платить за двигатель, там, пять с половиной литров, это уже архаизм, моветон и все остальное. Поэтому 1.4, 150 лошадей, по городу 7 литров, и это сейчас про бензин, ребят, про бензин. Ну, и, конечно, по касательной коробке передач, это DSG, это все уже проверено годами, здесь вообще ничего комментировать, это надежнейшая коробка передач, как и двигатель. Ну, то есть, это такие вещи. Знаешь, в этом автомобиле как бы нет, знаешь, все время в автомобилях есть какие-то подвохи, типа, все хорошо, там, слабая пневма, там, или еще какая-то ерунда, в двигателе нужно цепь менять, или еще какую-то штуку. Здесь вообще по этому автомобилю вопросов нет. Сейчас проедемся по брусчаточке. Ну, вот. Слушайте, даже учитывая, что это автомобиль, там, да, не бизнес-класс, ничего, ну, послушайте, какая шумоизоляция. Меня удивила она. Ребята, в принципе, мне по ходовой в этом автомобиле все понятно. Это классно, когда Skoda Octavia уже является неким синонимом, знаешь, автомобиля определенного. Ты понимаешь, что ты получишь, когда ты садишься за руль Skoda Octavia. Итак, друзья, Skoda Octavia доказала мне, что, ну, что Skoda Octavia – это отдельный какой-то автомобиль, отличается от других. Действительно, культовая модель, бестселлер компании Skoda, и, ну, наверное, что можем о нем сказать? То, что он стал еще лучше. Все очень просто. Записывайтесь на тест-драйв, чтобы понять, ну, в чем главное изменение новой Skoda Octavia, в чем она отличается от предыдущей. А если вы никогда не ездили на Skoda, то попробуйте. Почему бы нет? Все ссылки вот в описании к этому видео. Кто будет ездить на этой тачке? Ну, наверняка, в большинстве своем, наверное, мужчины, которые ценят, а, свое время, б, свои деньги, в, свои нервы. Ну, и которые ценят, наверное, качество в автомобилях, а в случае с новой Skoda Octavia, наверное, ценят еще и новые технологии. Друзья, будьте осторожны за рулем, ведите себя культурно, и всем хорошего настроения. Наслаждайтесь дорогой, ведь мы на ней столько времени проводим. Все, пока! Субтитры сделал DimaTorzok